Ну я думаю, что, во-первых, молодежи нужно определиться в своей будущей специальности и правильно выбрать ее. От этого тоже много зависит. Тут помогают и родители в этом, ну и сам должен проявить активность. А дальше, выбрав специальность, нужно совершенствоваться в ней. Я вам скажу, что врач вообще не может работать, не готовясь к каким-то новым операциям, знакомству с литературой. Поэтому для меня, например, было это обычным явлением, что я каждый день должен посмотреть журналы, я должен поехать в какую-то клинику посмотреть, новые операции внедрить у себя. То же самое я помогаю в этом плане и своим сотрудникам, потому что профессиональный рост – это один из основных факторов, который способствует благополучию этого человека. Поэтому, кроме всего этого прочего, нужно быть добрым, отзывчивым, понимать в нашей специальности это имеет огромное значение, потому что то сострадание, которое мы должны проявлять каждому пациенту, имеет очень большое значение для того, чтобы поддержать психологический статус этого иногда крайне тяжелого больного. Ну и иметь хорошую семью, любить свою семью, любить своих детей, помогать им тоже, способствовать их росту. Все это, знаете, положительные такие эмоции, которые дают возможность нормальному человеку хорошо развиваться. Поэтому я желаю всем, чтобы было благополучие в семье, чтобы вы с работы приходили в семью радостной и способной что-то еще сделать и дома хорошего. Я думаю, что это будет способствовать и профессиональному росту.